Привет, друзья! У меня появилось немного времени, и я решил сделать ответ, ответить вам всем, потому что вы много написали под моими видео. И я хочу поблагодарить вас за добрые слова. Многие из вас написали добрые слова в мой адрес, что приятно, что радует меня. Потому что если бы было однозначно всё плохо, то я бы, наверное, задумался, что-то, наверное, со мной не так. Хотя не факт. Но спасибо вам за то, что большинство из вас написали добрые слова. И спасибо тем, кто был, мягко сказать, возмущён. Не знаю, кто вы, откуда ваше возмущение. Скорее всего, просто от незнания предмета, о котором вы говорите. И поверьте мне, ваша отписка от моего канала для меня ничего не значит. То есть у меня не коммерческий проект, и я не борюсь за каждого. Знаете, кто-то уйдёт, и я потеряю 9 баксов. Нет, Иисуса оставляли многие из его учеников после того, что он говорил. И Иисус апостолам сказал, не хотите ли и вы отойти. Понимаете? Иисус никого насильно за собой не тянет. И я никого из вас насильно тащить не буду, поверьте мне. Дух Святой, Он не действует насильственно. Дух Святой касается сердца, обличает во грехе и показывает путь спасения через Иисуса Христа. Друзья. Поэтому мне просто, я смотрю на эти комментарии, там я отписываюсь. Ну, просто детство, друзья. Ну, давайте уже как-то посерьёзнее будем относиться друг к другу и к предмету разговора. Меня не пугает то, что вы отписываетесь. Меня пугает, пугаете вы, мои подписчики, да, которые вот там кто-то говорил, я отписываюсь. Почему? Потому что, когда вы не знаете сути вещей, когда вы знаете наверняка, то вы можете быть уверены. Например, подняли там, это чёрный кулёк, да, вы знаете наверняка, что это чёрный кулёк. И вы можете это доказывать. Тот, кто не согласен, что это чёрный кулёк, ну это его проблемы, понимаете? Но когда вы не знаете предметы разговора и огульно пишете такие слова, ну, честно говоря, это, ну, некрасиво и это, ну, детство, честно вам скажу. Не хочу вас обидеть. Наоборот, оставайтесь на канале. Если вы отпишетесь, вы многое потеряете, потому что впереди нас ждёт много интересного, поверьте мне. Я готовлю материалы о том, что я давно начал готовить. Ещё два или три года назад я начинал хронологию пророческих событий, основанную на изучении Библии Ирвина Бакстера, да, мы знаем его. И он в своё время очень глубокий анализ провёл книги Даниила и Откровения. И сделал вот такой вот, я сделал в этих вот фильмах хронология, такое вот резюме учения о последнем времени, который делает Ирвин Бакстер. Но я и привношу что-то своё, то есть у меня есть ещё какие-то свои взгляды. Я не скажу, что я с Ирвином Бакстером согласен на 100% во всём, да. Но тем не менее, мне нравится, как и вам, надеюсь, нравится, потому что я смотрю по просмотрам, Ирвина Бакстера смотрят, наверное, большинство. Не знаю, смотрите ли вы, или кто-то, ну, кто-то просто просматривает видео. Ну, я думаю, что Ирвин Бакстер нравится всем. И я буду продолжать по мере возможности переводить его семинары, его учения. Единственное просто, что он повторяется во многом. Те семинары, что он сделал, вот, когда-то там, в 2010-2012 году, собственно говоря, ничего нового он сейчас не говорит. Он просто сейчас изучает политическую ситуацию в Америке и по всему миру. Ну, и пытается как бы вещать, говорить и соответствовать, ну, и показывать местописание, что действительно мы приближаемся к последним временам. Поэтому я и смотрю, я просматриваю его видео на английском языке. Я просто не вижу пока достойного материала. Когда что-то будет интересное, друзья, обязательно я выложу, так что не переживайте. Хочу напомнить для некоторых из вас, почему вы напугались. Я бы назвал это послание, этот ответ, почему я хожу в баптистскую церковь. Многих из вас, наверное, напугало это. Вот кто-то там так в комментариях и пишет, наверное, кого-то это просто напугало. Как он услышал, баптист, всё, он там чуть ли в обморок не упал. Это, знаете, хуже, чем террорист. Вот. Возможно, многие из вас так и думают, что баптист это равно террорист. Но это неправда. Я хочу напомнить некоторым из вас, если вы не знали, просто историческую справку сделать, что в христианстве существуют три ветви. Три ветви. Православие, католицизм и протестантизм. Это просто как исторический фон. Так сложилось. И в основе своей все они верят одинаково. В Отца, Сына и Духа Святого. В Иисуса Христа. Все верят правильно, в основе своей. Есть, да, есть система их где-то в каком-то плане неверной. Вы на моем канале, вы можете видеть, я размещал видео культ православия, культ протестантизма, культ католичества и так далее. Я не отказываюсь от этих видео. Это не значит, что что-то глубоко поменялось в моем сердце, я стал баптистом, ну всё, теперь со мной даже разговаривать нельзя. Нет. Есть свои заблуждения, есть какие-то системы, система координат, может быть, какая-то неверная. Но есть простые люди, которые искренне верят в Иисуса Христа, и в этом нет ничего плохого. Мы же не говорим о глобальности, мы говорим просто о поместной церкви, о поместном общении. Например, в католичестве и в православии, ну просто ни для кого не секрет, поизучайте историю, просто многие из вас могут леняться это делать или не знают, что есть религиозный синкретизм, так сложилось, что такое религиозный синкретизм. Это смесь язычества и христианства. Почему так сделали? Потому что язычники по большей мере были неграмотные, не умели читать. И для них визуально было видеть там идола, или какой-то рисунок легче им доносить было Евангелие. Поэтому католичество потом, со временем, в каком-то веке они про католичество и православие, православие просто откололось от католичества. Была католическая церковь одна. Православные начнут, конечно, кричать, что это от нас откололись, но это все неверно. Было католическое слово. Католическая это всеобъемлющая церковь, католическая, вот она была изначально создана. Это уже и было неправильно, Потому что мы знаем историю, что случилось и в католической церкви кровавые бои, убивали людей в православии, убивали людей, кровавая история, все об этом знают. А если не знаете, почитайте историю или посмотрите видео на моём канале. То есть есть, конечно, заблуждение. И вот этот религиозный синкретизм, это когда смесь язычества и христианства. То есть что сделали католики, когда они образовывались? Они позвали язычников и сказали, друзья, подумали, как сделать так, чтобы привлечь язычников. Они начали писать иконы, они начали писать всё, расписывать свои храмы, чтобы показать, визуально показать язычникам христианство. Правильно это или неправильно, не знаю. Ну, может быть, идея была неплохая. Но потом, что это превратилось, мы видим, что это превратилось в культ, уже религиозный культ. Вот, поэтому, друзья, вот это неверно. Когда просто смешали и когда просто язычники-то пошли, им стало интересно, что это вы нам такое предлагаете. А по сути свои язычники сменили язычество и пришли в языческое христианство. То есть они опять же увидели идолов, увидели Деву Марию, увидели там каких-то иконы, на которых они молятся и так далее. Поэтому я не хочу никого не оскорбить, а то вы сейчас скажете, я оскорбляю чувства верующих. Нет, есть, и опять же скажу, есть простые люди, которые искренне верят. Вот так их научили, и они искренне верят. Есть искренне верующие, я когда-то об этом говорил, вы, наверное, забыли просто, что есть искренне верующие и в православии, и в католицизме, и в протестантизме. Есть искренне верующие люди. И это не значит, что это религия, ну, там, культ какой-то, да, как культ, там, Белого Братства, там, или что. Нет, это христианские религии, это нормально, ничего в этом плохого нет. Ничего нет плохого, если человек, простой человек, искренне верит в Христа, он ходит в православную, или в католическую церковь, или в протестантскую церковь, там. Там в протестантстве тоже много развлечений есть, есть харизматические, есть пятидесятники, есть баптисты, и там их очень много. Это не значит, что это плохо, это хорошо, когда и человек искренне верит. Плохо начинается тогда, когда это превращается в систему, когда это является уже идолом для человека. Вот это вот, вот, кто-то мне там доказывает. Вот, если ты не в православной церкви, значит, ты и не спасен, потому что глава православной церкви Христос. Но это неправда, это ложь. Там не написано в Библии, что глава православной церкви, понимаете? И вот так людей научили, глава церкви написана. Церковь это кто? Это верующие в Иисуса Христа. Поэтому, если ты веришь в Иисуса Христа, ты являешься церковью, по сути дела, понимаете? И когда человек делает монополию, вот у нас только правильно, вот только у нас Христос, это уже ересь и культ. Запомните это раз и навсегда. Если человек говорит, у нас Христос, а у вас не Христос, то это уже культ. Тут надо быть осторожным. Например, у протестантов свои заблуждения, да, они там смешиваются с властями мира сего, они там проповедуют. Есть там действительно люди, которые действительно проповедуют ложь, откровенную ложь и заблуждение. Ну и что? Ну и что? Это не значит, что все такие, понимаете? Так что вы, ну меня немножко потрясло, я не думал, что я буду говорить на эту тему, я думал, что с этим у нас уже как бы вопрос решен. Но многие из нас, вероятно, еще не разобрались в этом вопросе, поэтому, вероятно, и задают такие вот вопросы. Ну это неплохо, это нормально, у нас будет диалог, у нас будет общение и так далее. То есть, понимаете, есть свои заблуждения у людей, есть кто-то верит так, кто-то верит так, кто-то верит в пришествие до Великой Скорби, кто-то верит во время Великой Скорби, кто-то верит после Великой Скорби. Это же не значит, что кто-то враг, кто-то друг. Нет, мы все идем за Христом, просто время покажет, кто был прав и кто нет. Тут нету врагов и своих, понимаете? Но есть заблуждения, допустим, такие, когда человек идет на войну и считает это нормальным, ну, христианским подвигом, так сказать. Я считаю, что это вот заблуждение уже на грани того, что с этим человеком можно как бы уже относиться к нему как к неверующему человеку просто. То есть, ну, это уже опасный край, потому что в этом нет учения Иисуса Христа и его жизни, или там учения апостолов, да. Когда мы не можем себе представить Петра или Павла, сидящего в окопе с ружьем, да, или Иисуса Христа, который будет стрелять в окопе в голову, там, допустим, язычников, да. Вы можете себе представить Иисуса Христа? Значит, тот, кто идет на войну, тот, кто берет оружие, или тот, кто поддержит пассивно или активно войну, в нем нет Христа. Дух Святой его туда никогда не пошлет, поверьте мне. Дальше. Поверьте мне, как я говорил, есть простые люди, которые, с которыми я знаком, это есть мои друзья, да, вот, я знаком со многими православными, я знаком с многими католиками, я знаком с протестантами, у меня их выше крыши, различных динаминаций, скажем так. Я не тыкаю их носом, я не говорю, вы там правы, вы не правы, они знают мои взгляды, они знают мои взгляды. Иногда я просто им говорю открыто, иногда, да, там, так как-то, просто словами или там покажу что-то, или какое-то видео направлю и так далее. И поверьте мне, многие из них не меньше любят Бога, чем ты и я. Не меньше, а может даже и больше. Или живут чистой и святой жизнью. Поверьте мне. Поэтому не спешите, не спешите вот так вот ставить на человеке крест или же утверждать что-то, в чем вы не уверены. Потому что многие фарисеи обвиняли Иисуса, обвиняли учеников и убивали. Убивали многие религиозные вожди, убивали даже во времена Иисуса Христа. Кто Иисуса Христа убил, по сути дела? Верующие, понимаете. Поэтому будьте осторожны, чтобы ваша религиозная приверженность к какому-то вопросу не превратилась в экстремизм, там, или, знаете, что-то такое, что прямо, а, только услышал что-то такое, и человек сразу, всё, я с этим человеком не хочу иметь ничего общего, или там, я тебя там сейчас к стенке, или там ещё что-то начинается, понимаете, вот такое. Это неправильно, это не Дух Христа, поверьте мне. И теперь вот этот вопрос, к которому я подхожу, почему же я хожу в баптистскую церковь? Это непростой вопрос, почему я начал ходить туда. Я, в принципе, изначально я покаялся в евангельской протестантской церкви. Я когда-то уже об этом тоже рассказывал. Так сложились обстоятельства, что я увидел православие, я там не нашёл Христа, я пошёл в католичество, это мой путь, это мой, может, кто-то и нашёл там Христа, но мой путь такой. И я пришёл в протестантскую церковь, мне понравилось, что там просто и чётко доносят Слово Божие на русском, на понятном языке, что там не учат поклонению иконам, или там, знаете, не такой страх, такое состояние, знаете, когда боишься шаг влево, шаг вправо сделать, что к тебе там прибегут бабки и начнут говорить, ты там руки скрещиваешь, ты там в шортах пришёл, а ты там в кепке пришёл или без кепки пришёл. Тут ты приходишь, тебе никто ничего не говорит, понимаете? Так же, как Иисус принимал грешников, Иисус что там, указывал им на вид одежды, как он одет? Никогда Иисус не говорил об одежде. Или там, я не говорю, что христианам не нужно одеваться осторожно, целомудренно, но я говорю о том, что нужно быть, вот, различать такие вещи. И мне понравилась там церковь, атмосфера и дружелюбие, и любовь. И мне понравилось, я понял, что это путь мой за Христом. Я уверовал там, там все были христиане верующие, они мне показали путь, направили, и Бог явился мне, открылся мне. И я в своей личной комнате дома, я пришёл к Богу и уверовал в Иисуса Христа. И слава Богу, слава Богу за такую церковь, которая помогла мне встретиться с Богом. И у меня до сих пор есть там многие друзья, с которыми я поддерживаю отношения, общение. Кто-то отошёл от Бога, кто-то наоборот сейчас ревностно служит Богу. С того времени уже прошло 20 лет. Кстати говоря, через месяц, 14 сентября, будет ровно 20 лет, как я уверовал в Иисуса Христа. Я думаю, эту дату я тоже каким-то образом отмечу, так сказать. Вот. И дальше, что? Так получилось со временем, мы остались без церкви, без общины, вот, в воскресных богослужениях. У нас была домашняя группа, но у нас не было воскресных богослужений. И жена моя очень переживала, что мы, как бы, не являемся частью общины, вот, христианской общины, вот, верующие, не ходим в церковь, вот, в воскресенье не общаемся. У нас только вот домашняя группа наша, вот, узкая, там, 10-15 человек и всё. И потом так случилось, я сейчас не буду всю эту историю рассказывать, если вам интересно, я потом попозже это всё расскажу. Потом так случилось, что мы долго молились, переживали об этом. Ну, я-то не особо, как бы, страдал, а жена моя очень, ну, переживала об этом, молилась и хотела найти такую общину. Мы начали посещать церковь и поняли, что Бог нас привёл туда со временем и поняли, что это та община, где действительно присутствие Божье есть, где действительно есть Божья любовь, прощение, где действительно есть атмосфера Божьего присутствия. Понимаете, это сейчас большая редкость, не найдёшь сейчас. Сейчас в многих церквях там есть ложечения, заблуждения учат, и очень осторожно нужно, да, выбирать общину, куда ты ходишь. И Бог нам открыл и показал, что это то место, куда вы можете ходить. Это оказалась баптистская евангельская церковь. Не баптистская в том понимании, как вот вы, наверное, многие себе думаете, что там нельзя петь. У нас там есть барабаны, у нас там есть музыка, у нас там есть поклонение, у нас там нормальные, ну, нету такого, знаете, как консервативность такая, что все там в этих ходят, запрещают там шаг влево, шаг вправо. Нет, у нас баптистская церковь, но она как евангельская, как вот такая, как современная церковь, потому что там есть все возраста, там есть молодёжь, там есть бабушки, там есть семьи. И эта община там где-то 200-300 человек, есть домашние группы, которые тоже нужно развивать. Я вот один из тех, кто, ну, стоит на пути развития домашних групп в этой общине. Вот, поэтому, слава Богу, слава Богу, что есть такая возможность посещать церковь и быть частью общины, быть частью вот этого вот организма. Я не скажу, что, я верю, что спасает Христос, как вы и знаете, спасает Иисус Христос. Но, и так как и разбойника на кресте спас Иисус Христос. Но есть моменты, что, помните, Иисус сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её. Что такое церковь? Может быть, мы ещё этому посвятим время, и как-то я поговорю и об этом, мы вместе пообсуждаем, что церковь — это тело Христа, церковь — это невеста Христа, церковь — это вот, организм. И мы знаем, что в первом веке было много общин, где люди собирались. Не виртуально, как мы сейчас с вами, но это тоже общение, это тоже прекрасно, да, это лучше, чем ничего. Но люди собирались физически, реально, и до сих пор они собираются, и это прекрасно. Люди должны собираться, верующие. Алкоголики собираются вместе, наркоманы собираются вместе, христиане должны собираться вместе. Потому что один в поле не воин, знаете, такую есть пословицу. И вот вам, может быть, я частично ответил на ваш вопрос, а может, ответил во всей полноте. Сейчас еще хотел бы почитать вам некоторые комментарии, которые вот есть на канале. Очень интересный комментарий. Один человек задал вопрос по поводу, ну, политические вот эти вот вопросы о приближении пришествия Иисуса Христа. И я думаю, что мы в ближайшее время, если у меня будет возможность, я частично, может, отвечу на них. Ну, вы можете почитать на форуме, ну, тут некоторые я только зачитаю. Так как вы относитесь к обложке журнала «Экономист» 2017 года «Планета Трампа». Когда ожидать горящие фазы Третьей мировой войны? США, Корея. Потом, видимо, еще Иран. Смена власти в Российской Федерации, аннексия Китая и Сибирь. Возможно ли 2018 год это все? Сколько долго еще просидит Трамп? Когда крах США? Восстановление храма Соломона? Когда? Когда ожидается приход зверя? В 2020-2021, спасибо. Ну, есть много таких вот вопросов различного рода. Ну, вы пишите, если у вас по ходу будет возникать вопрос, и я буду пытаться тематически на них отвечать. Ну, многие, конечно, благодарят. Ну, что ж, друзья, на этом мы будем заканчивать наше общение. Надеюсь, что видео будет выходить чаще, по мере возможностей. Помните, что время коротко. Мы стоим на пороге последних перемен. И просто будьте осторожны с тем, куда вы вкладываете свою жизнь. Ищите узкого пути следования за Христом. Пусть вас Бог благословит. Аминь.